Компьютерная лингвистика — это, по сути дела, прикладная область, то есть это набор задач, которые мы можем решить с помощью компьютера при обработке языка, при обработке текстов на определенном языке. Здесь проще всего ответить на вопрос, зачем это нужно, потому что в компьютерную лингвистику в большей степени, чем когда-либо, вкладываются именно коммерческие компании и получаются то, что сейчас называется коммерческим продуктом. Что умеют, благодаря компьютерной лингвистике, компьютеры? Они умеют понимать, что за слово перед ними. Это не такой простой вопрос, потому что, казалось бы, что такое слово и слово. Но в русском языке, например, слова умеют склоняться, спрягаться, и в разных падежах выглядят немножко по-разному. Как объяснить компьютеру, что вот это одно и то же слово, а не разные? Для этого есть разные способы. Ну вот один из первых, давно понятный способ, наиболее трудоемкий и, пожалуй, не всегда эффективный — это способ правиловый, когда мы берем некоторые правила и говорим компьютеру, что в языке все устроено так и не иначе. Но, к сожалению, описать правилами все многообразие языка нельзя, невозможно, и поэтому возникают разные ошибки. Например, если можно сказать компьютеру, что есть определенная, как говорят лингвисты, парадигма склонения определенного слова и окна, окну, окном, окнами — это все одно и то же слово, и это слово «окно», то, например, слово, оканчивающееся на «и», если это некоторые правила, то компьютер начинает думать. А может быть, слово, оканчивающееся на «и» — это на самом деле повелительное наклонение от глагола какого-то, который должен оканчиваться на «ить». Например, компьютер видит слово «саркози» — это имя бывшего президента Франции. Компьютер не может знать всех слов, так устроен язык, что в нем постоянно появляются и исчезают слова, их очень много, поэтому компьютер, естественным образом, согласуясь с тем правилам, которые ему назначили, думает, что «саркози» — это на самом деле повелительная форма от глагола «саркозить». Таких случаев очень много, хотя на самом деле тексты в основном состоят из понятных слов, но все-таки это не тот способ, который мы можем решить все проблемы, поэтому всегда какой-то процент ошибок остается. Но, пожалуй, такого рода задачи, которые называются автоматической морфологией, — это уже большей части задачи решенные, и они все-таки являются некоторой базой для более сложных вопросов, которые и сейчас решаются и, наверное, будут решаться в будущем. Надо сказать, что компьютерной лингвистикой, конечно же, занимались давно, ну, собственно, с самого момента рождения, появления компьютеров, но потребности делать из этого что-то практическое, пожалуй, не было до самого последнего времени. Это связано, прежде всего, с тем, что компьютерная лингвистика умеет работать только с теми текстами, которые существуют в электронном виде, а все-таки такие объемы по-настоящему большие, по-настоящему доступные компьютеры электронных текстов появились сравнительно недавно. Понятно, что с пришествием интернета, с массовым распространением пользовательских компьютерных устройств, когда каждый человек начал писать что-то, и таким образом интернет стал заполняться текстами. Но надо сказать, что компьютерная лингвистика или близкая к ней математическая лингвистика имеет давнюю традицию. Еще в 60-е годы решались какие-то теоретические вопросы, и благодаря во многом тому, что было сделано тогда, у нас для русского языка довольно быстро, сравнительно быстро, иногда даже быстрее, чем для других языков развитых стран появились какие-то важные компьютерные инструменты. Что это еще за инструменты, кроме тех, которые позволяют выяснить, что за слово перед нами? Это разного рода вещи, связанные с машинным переводом. Кто-то из нас может воспользоваться сервисами, зайти на определенный сайт и попросить компьютер перевести с нашего языка на какой-то другой, нам неизвестный, или наоборот с неизвестного языка. Естественно, что этот перевод будет несовершенен, но иногда он помогает общаться людям, которые не имеют никакого общего языка для разговора, и это полезная вещь. Кроме того, компьютерная лингвистика позволяет анализировать большие объемы текстов и извлекать из них значимую информацию. Например, тексты новостные, в которых есть упоминания разных лиц, персон или мест, или каких-то еще важных фактов организаций и так далее. Например, современные коммерческие организации, которые заботятся о своем имидже, просят компьютерно-лингвистические компании мониторить сеть и анализировать блоги, записи в социальных сетях, чтобы те, кто осуществляет для них эту деятельность, вылавливали все упоминания какого-нибудь крупного банка или политика, чтобы выяснить, каковы настроения у тех людей, кто пишет в сети, по отношению к этому бренду, например, за что его ругают, за что его хвалят. Это невозможно сделать вручную. Записей очень много, пользователей в сети очень много, но если мы умеем видеть упоминание какого-то бренда, может быть, это очень легко, а есть разные события, которые мы можем извлекать из текстов. Если мы умеем их извлекать автоматически с помощью компьютера, то это уже дает нам большой прирост в той информации, которую мы получаем. Кроме того, в текстах иногда бывают разного рода запутанности. Например, это случаи, связанные с анафорой, когда есть некоторое местоимение «он», и не всегда понятно, к чему оно в предыдущем тексте относится. Надо компьютеру объяснить, что такое «он», кто такой этот «он», это Вася или Петя, который упоминался в предыдущем предложении. Такого рода мелкие задачи довольно характерны для современного состояния компьютерной лингвистики, когда нам нужно разрешить все неоднозначности, которые есть в языке. Например, лук может быть оружием, а может быть продуктом питания. Что же это за вещь, которая упомянута здесь в тексте? Компьютер видит лук и знает, что у него есть два значения. Помочь компьютеру определить, что за значение конкретно сейчас перед ним — это актуальная задача, которая решает компьютерная лингвистика и часто решает довольно неплохо. Компьютерно-лингвистические продукты в интернете особенно находятся везде. Они буквально нас обступают со всех сторон, и не всегда мы это замечаем, но они действительно постоянно нам помогают. Вот как господин Жорде Мольера не знал, что он разговаривает прозой, хотя он разговаривал прозой всю жизнь, так же может быть и мы не видим компьютерную лингвистику за теми простейшими фактами, которые встречаются нам в браузере, в интернете постоянно и оказываются для нас полезными. Например, те же самые пользовательские запросы, которые мы вводим в поисковой системе, теперь они умеют нам подсказывать какие-то следующие слова, и это тоже отчасти заслуга компьютерной лингвистики, хотя, конечно, здесь во многом компьютерная лингвистика находится в содружестве с математиками, с компьютер-сайенсом, с нейронными сетями и подобного рода вещами. Чего компьютерная лингвистика не умеет и о чем, наверное, будет в ближайшее время все-таки думать — это проблемы, связанные с иронией. Вот тут, кажется, компьютер встает в серьезный тупик и понять, иронизирует человек или говорит что-то серьезно, видимо, нельзя. То есть нельзя на данном этапе, наверное, эта проблема будет через некоторое время решена, но современные способы понимания этого пока не дают хороших результатов. Еще один важный аспект связан с настроением, которое в тексте проявлено, то, что называется sentiment analysis, то есть здесь сказано о чем-то хорошо или плохо. Вот те же самые бренды, упоминаемые в текстах названия банков или политиков упоминаются в положительном контексте или в отрицательном. Но мы не всегда это можем понять с помощью компьютерного анализа, потому что можно сказать «ну хорош человек, хорош». Для компьютера здесь формально все будет вполне себе пристойно, а благодаря интонации мы, как люди, поймем, что на самом-то деле здесь выражено недовольство. Самая важная вещь, которая составляет некоторую моду последнего времени в компьютерной лингвистике — это вещи, связанные с семантикой, которые были раньше нам недоступны. Дело в том, что лингвисты очень давно поняли, что слова, появляющиеся в похожих контекстах, похожи друг на друга и по значению тоже. Но как реализовать это соображение в чем-то практическом было не совсем понятно. Сейчас с развитием компьютерных технологий, с увеличением тех объемов текстов, которые у нас есть, мы все больше и больше получаем возможности анализировать эти тексты с разных точек зрения и выяснять, что действительно это соображение было правильным и справедливым. Если мы применим некоторые хитрые математические алгоритмы к большим объемам текстов, то мы сможем объяснить, компьютеры уже не с помощью правил и словарей, а исходя из текстов, которые он получит на вход, что два каких-то слова похожи между собой, что они являются, грубо говоря, синонимами, как говорят квазисинонимами. Это то, что называется дистрибутивной семантикой, это то, что называется векторными моделями в лингвистике, в построении семантики. Дело в том, что действительно современные, довольно доступные компьютерные технологии позволяют загрузить в компьютер большой объем текстов и на выходе получить некоторые ряды слов, которые похожи друг на друга. Как это неудивительно, ничего специально, дополнительно, с помощью правил или словарей, не объясняя компьютера, получить списки синонимов, которые являются таким уже большим шагом к пониманию смысла текста, к пониманию того, с чем имеет дело компьютер. Потому что объяснить все слова компьютеру, описать все правила в языке мы не можем, но если мы сумеем построить такие технологии, которые позволят компьютеру самому понимать, в чем смысл семантики текста, то довольно быстро мы придем к тому, что называется искусственным интеллектом, и что нам позволит искусственный интеллект использовать как своего помощника. Я надеюсь, что все-таки ничего страшного не произойдет и он против нас не восстанет, особенно если мы научимся хорошо с ним разговаривать. Конечно же, компьютерная лингвистика должна нам в этом помочь. Субтитры создавал DimaTorzok